Здравствуйте! С вами программа «Неделя города» и Марина Романюх. Смотрите в выпуске. Выставка «Форум Россия» завершилась. Владимир Путин и Павел Молков обсудили рязанскую и российскую ВДНХ. Точно в цель. В Рязани прошли учебно-методические сборы снайперов Росгвардии. Партнер выпуска ООО «Рязань Медтехника». Все средства реабилитации от лучших производителей в магазине «Медтехника» на Есенина 72-2. Инвалидные коляски, каталки, функциональные кровати, ходунки, опоры под спину, кресла-туалеты, ступени с поручнем, сиденья для ванны, прикроватные столики, бескаркасные ванны, велоэргометры, костыли, трости, палки для скандинавской ходьбы, дыхательные тренажеры и многое другое. В магазине «Медтехника» на Есенина 72-2. Справа от выставочного центра АК. Телефон 51-10-15. 51-10-15. Возможно, доставка оборудования под заказ. Губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с президентом Владимиром Путиным. Повесткой стала церемония закрытия международной выставки форума «Россия». Национальное наследие и достижения страны планируют и дальше демонстрировать в специально созданном центре. Три с половиной миллиона гостей выставки форума посетили стенд нашей области, в том числе и сами рязанцы. По словам губернатора Павла Малкова, люди испытали гордость за родной регион, за нашу большую и прекрасную страну. На церемонии закрытия он также рассказал о рязанской ВДНХ. Мало кто знает, что в 50-х годах прошлого века, помимо основного ВДНХ, еще был один из выставок в других регионах построено. К сожалению, они были все потом утрачены, в том числе у нас в Рязани выставка была разрушена в 90-е годы. Остались буквально только островые здания и территория заброшенная. А сейчас мы эту выставку восстановили. Вот здесь некоторые кадры у нас сейчас идут полностью в аутентичном виде. Сейчас у нас уже есть план ее дальнейшего расширения. Мы будем выходить за те границы, которые были при Советском Союзе. И уже сейчас это один из центров жизни Рязани. Церемония закрытия международной выставки форума России прошла при участии президента Владимира Путина, организаторов, журналистов и представителей разных областей нашей страны. Напомним, масштабная экспозиция открылась в ноябре прошлого года. За это время ее успели посетить более 18,5 миллионов человек. Гостям представили экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Нам есть, что показать, есть чем гордиться. Но это не все. Важно еще красиво и талантливо это преподнести. И у вас это получилось. Вам большое спасибо. Спасибо большое. Конечно, конечно, нужно создать условия для того, чтобы сам этот нерв того, что делает страна, чем страна живет, и того, чего она добивается, чтобы это было показано. По словам президента Владимира Путина, наследие выставки планируют сохранить. Распоряжение о создании Национального центра России подписали 1 июля. Подобную работу будут проводить и в регионах, принимавших участие в международной выставке-форуме. Кристина Бочкарева, телекомпания «Город». Цитата. О других темах, которые поднимались на правительстве, расскажем в сюжете. Темой номер один на правительстве стали больницы. Обращение поступило из Александра-Невского района. Дескать, для статуса эталонной больницы им не хватало оборудования, УЗИ, эндоскопов, хирургических инструментов. Нам удалось обновить аппарат УЗИ. Нам удалось приобрести новый фиброгастродуаденоскоп. Нам удалось заменить комплект современного хирургического оборудования, высокочастотного для операционных задач. То, что касается единиц автотранспорта, это два дополнительных УЗИ и четыре легковых автомобиля, одна единица скорой медицинской помощи. Поговорили и про ФАПы. Так, в поселке Каширин фельдшерско-акушерский пункт уже возведен. Вопрос газификации и электрификации решен, говорит Александр Пшеников. Откроется он в октябре. Конечно, у нас эталонная больница должна быть не только в Александр-Невском. Александр Сергеевич, в ближайшее время ставьте совещание у меня с главврачами. Я хочу по каждой больнице видеть план работы, развития. И вот мы говорим про тяжелые аппараты, УЗИ, МРТ, КТ и прочее. Это, конечно, все очень важно. И дорого, сложно. Но на самом деле в каждой больнице огромное количество других проблем, которые иногда не требуют никаких особых усилий, кроме хозяйского взгляда, хозяйской руки со стороны главврача. Я же вижу обращение в соцсетях. Другая жалоба в соцсетях поступила из Краблинского района. Люди писали, что в такую жару у них отключили воду. Администрация муниципалитета рассказала о причинах. Мол, потребление воды возросло и в верхней части напора попросту не хватало. Сейчас оборудование отрегулировали, давление в норме, вода есть везде. Павел Малков отметил, что жалоб на перебои с водой много. Краблинский район лишь частный случай. У меня вот только за последнюю неделю сигналы из микрорайона, из хаты поселка Сторожилова, село Половское, Спасского района, деревня Будаева, Кадамского района, село Агра, Пустынь, Рязанский район, Черный Слобода, Шацкий район, деревня Мамоново, Пронский район, Фабричная Слобода, Сапожковский район, район АЗМР, Скопин и так далее. Коллеги, вот я прошу глав администрации и Минтек ЖКХ все поступившие жалобы собрать. ЦУР тоже попрошу подключиться, систематизировать, понять, откуда больше всего жалоб, там приоритизировать все это, по каждому случаю разобраться. Где-то, очевидно, вопрос можно решить достаточно быстро, вот как Нина Константиновна сейчас доложила. Где-то требуется и время, и финансирование. После жалобы с соцсетей перешли к повестке дня. Первый вопрос – величина прожиточного минимума на 2025 год. Министр труда и соцзащиты населения региона Денис Тараканов рассказал, что расчет произведен в соответствии с федеральными правилами и рекомендациями Минтруда России, если в цифрах прожиточный минимум увеличился. На душу населения на 14,8% до 15782 рублей по категориям, на 14,8% для трудоспособного населения до 17202 рублей, для пенсионеров на 14,8%, для детей на 11,4%. Прожиточный минимум лежит в основе определения права на получение мер социальной поддержки для семей, единого пособия, социального контракта, субсидий на ЖКУ и других. Повышение прожиточного минимума будет способствовать увеличению размера социальных выплат в 2025 году для всех льготных категорий граждан. Закончилось заседание правительства традиционными жалобами из социальных сетей. Тройка лидеров немного изменилась – ЖКХ, медицина и благоустройство. Тем не менее, ТОП-5 остался прежним. Жалобы были на дороги и мусор. Павел Малков добавил, что из-за несменяемой пятерки самых частых жалоб глаз уже, что называется, замылился. И нужно обращать внимание или на седьмое, или на десятое место, чтобы решать все проблемы. Очередной гуманитарный груз передали парням на передовую. Как обычно, сформирован он по запросам бойцов и содержит все необходимое. Что именно, расскажем далее. Таких коробок несколько десятков. В них все необходимое для бойцов. Там, на фронте. Этот гуманитарный груз передали 137-му гвардейскому парашютно-десантному полку. Мы не первый год помогаем фронту. Помогаем нашим военным. В начинку раз мы собрали определенные подарки. Можно так сказать. То есть это медикаменты, это спецоборудование, а также средства разведки. Спецоборудование, о котором идет речь, это так необходимые бойцам квадрокоптеры для ведения разведки, а также средства связи. Гуманитарную помощь собирали совместно представители энергосботовой компании и Рязанской городской думы. Мы отправляем сейчас и, кроме медикаментов, которые были востребованы по списку, то есть нам передает список определенный, мы еще передаем перевязочный материал, дессредства, лангеты, какие-то медицинские приспособления для того, чтобы облегчить труд как медицинских сотрудников, так и облегчить участие тех, кто раненый, кто получил ранение. В самом 137-м полку гуманитарка надолго не задержится. Груз практически сразу передадут ребятам на фронт. Вся необходимая помощь в кратчайшие сроки будет доставлена бойцам, которые находятся на передовой, чтобы они выполняли свои поставленные задачи с наибольшим качеством. Большое спасибо хотим сказать за оказание помощи. Илья Шишкин, директор ООО «Эргмэк», рассказал, что гуманитарная помощь бойцам полка оказывается регулярно. В этом году это уже шестая. Предметы для гуманитарки формируются также по запросам бойцов, но часто с дополнениями. Так, недавно парням передали автомобиль «Газель» и останавливаться, говорят, не планируют. Следующая заявка от бойцов вот-вот прибудет. В Рязанской области проходят учебно-методические сборы снайперов Росгвардии. Бойцы из регионов Центрального федерального округа в течение месяца оттачивают и без того ювелирное мастерство. Как проходит подготовка самых точных, узнавала наша съемочная группа. У снайпера есть всего один выстрел, то есть цена ошибки в снайперском деле очень высока. Ты при выстреле демаскируешь себя. Если ты не попал в цель, то это, как правило, ты не выполнил свою задачу и в процентах 90 случаев то противник тебя уничтожит, скажем так. И поэтому, чтобы произвести этот выстрел, нужно очень много всего учитывать. Это дальность до цели, это направление скорости ветра относительно твоей плоскости стрельбы. Если цель движется, то вносятся определенные другие коррективы по движущейся цели. Это температура воздуха, это атмосферное давление, влажность воздуха и так далее. То есть все думают, что это ты лег, прицелился, выстрелил и ушел. Но это на самом деле далеко не так. Тут нужно очень много работать мозгами. Каждый из приехавших в Рязань бойцов уже профессионал в своем деле. Здесь они оттачивают мастерство и прокачивают навыки. Маскировка на местности и работа в команде. Незаметное перемещение и выбор верной позиции. Точность выстрела на расстоянии до 900 метров. Здесь у нас проходит учебный методический сбор со снайперами подразделения полиции специального назначения Центрального округа Национальной гвардии Российской Федерации. Собрали мы здесь 20 человек с подразделения ОМОН-СОБР, которые успешно прошли обучение по программе подготовки стрелок у себя в отрядах. Сейчас, соответственно, проходит вторую подготовку снайпер. По окончанию данного сбора те сотрудники, которые успешно пройдут обучение, будут допущены до высшего уровня снайперской подготовки инструктор-снайпер. Стрелок – это базовый уровень, то есть он изучает основу вообще, то есть это тактика, технические характеристики оружия, самые простейшие способы обращения с оружием. На данных сборах идет уже отдача их работы при выполнении задач в различных условиях. Такие сборы в Рязани проходят дважды в год. В течение месяца сотрудники Росгвардии из разных регионов ЦФО рутинно отрабатывают навыки, тщательно анализируя результаты, чтобы в условиях выполнения реальных задач никаких погрешностей. Сборы больше направлены на слаженность снайперской группы, снайперских пар. Уделяются такие моменты, как маскировки, выход на позицию, подготовка позиций, стрельбы на дальние дистанции. Вот это основное, чтобы в последующем не делать никаких ошибок. День за днем, час за часом обязательно чем больше работаешь над собой, тем увереннее и все будет получаться. Чтобы стать снайпером, нужно не только метко стрелять. Требования к настоящему профессионалу высоки. Хорошие умственные способности, то есть приходится много считать, много учитывать при стрельбе и так далее. Усидчивость, потому что приходится очень долгое время оставаться в одном положении, на одной позиции. Ну и третье, целеустремленность, то есть постоянно совершенствовать себя, свои профессиональные качества, огневую подготовку, маскировку, тактическую подготовку, инженерную и прочие основополагающие дисциплины. Снайперы Росгвардии – мастера высокого класса. Неразрешимых задач для снайпера нет, но каждый выстрел в полевых условиях – это колоссальная ответственность. Порой во время выполнения боевых задач снайперам приходится держать под прицелом винтовок опасных преступников, предотвращать теракты, а значит, спасать людей. Летние купания на водоемах, хотя и являются любимым занятием людей любого возраста, при этом остаются крайне опасными. Случаи гибели взрослых и детей из-за несоблюдения мер безопасности или пренебрежения своим самочувствием к большому сожалению не редкость. В историю, которую мы расскажем далее, все закончилось, к счастью, благополучно, потому что неподалеку от оказавшихся в опасности были настоящие герои. На озере Уржинское кинологи управления Росгвардии Паризанской области, старший сержант полиции Дмитрий и сержант Артем спасли 81-летнего мужчину и его 77-летнюю супругу. Стражи правопорядка, находясь недалеко от водоема, услышали крики о помощи, бросились в воду и поплыли к утопающим. В выходной день с коллегой находились на озере Уржинск, в какой-то момент услышали крики о помощи, в воде практически не было видно никого, достаточно далеко, двух людей. Один уже слабо держался на воде, второй пытался ему помочь. Ну, не раздумывая, бросились в воду, подплыли, это оказались пара пенсионеров, семейная. Женщина уже не подавала признаков жизни, находилась под водой, мужчина уже без сил еле-еле держался. Женщину подняли над водой, грубо говоря, чтобы открыть, был доступ к кислороду, мужчине передали надувной круг, чтобы он смог держаться на воде. А с коллегой совместно, вот с Артемом мы женщину доставили на берег, там уже на берегу собрались окружающие, помогли нам ее вытащить. Росгвардейцы приподняли женщину над водой и постепенно вытащили семейную пару на берег. К этому времени подъехали медицинские работники, которые доставили пострадавших в лечебное учреждение. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. В обращении, поступившем в адрес начальника регионального управления от свидетелей происшествия, отмечен мужественный поступок росгвардейцев. Позднее пенсионеры встретились со своими спасителями и поблагодарили их лично. Владимир Путин объявил 2024 год годом семьи. И семья сегодня находится в центре внимания государства. Так, социальный фонд реализует больше 40 различных мер соцподдержки для семей с детьми и беременных женщин. Эти услуги предоставляются с момента беременности мамы и до достижения ребенком с 17 лет, а в некоторых случаях до возраста 23 лет. У Александра и Татьяны штат новых трое детей. Старший 7-летний Вадим уже ходит на танцы и пение. Вике средний 4 годика тоже занимается танцами и пением. А младший Насте 3 года, пока она не ходит никуда. На вопрос в чем секрет семейного счастья отвечают просто. Прежде всего в любви, конечно же, в взаимопонимании, в взаимоуважении. Без этого никак. Семья Александра и Татьяны получила награду от регионального отделения соцфонда за сохранение семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности. Помимо семьи Штатновых, в преддверии праздника награду получила семья Аршиновых. В соцфонде напомнили о мерах поддержки для семей после рождения ребенка. После рождения ребенка семья может продолжить получать единое пособие вплоть до достижения ребенком 17 лет. Размер ежемесячной финансовой поддержки в таком случае сейчас составляет от 6 до 13 тысяч. Всего с января социальный фонд выплачивает единое пособие родителям 43 тысяч детей. Многодетным семьям еще раз напомнили о выплатах, которые государство предоставляет с момента беременности до достижения ребенком совершеннолетия. Это и пособие по беременности и родам, единое пособие для семей с невысоким доходом, материнские капиталы и многое-многое другое. Узнать про эти выплаты и оформить большинство из них можно дистанционно в личном кабинете на портале госуслуг или в клиентской службе социального фонда или МФЦ. Сотрудники госавтоинспекции провели очередной рейд. В этот раз темой стали самокатчики, точнее владельцы СИМ, средств индивидуальной мобильности. На электросамокатчиков жаловались и пешеходы, и водители. Удалось ли кого вразумить за рейд, расскажем далее. Рейд еще не успел начаться, а нарушителям уже есть. Юноша и девушка вдвоем на электросамокате. В госавтоинспекции говорят, что это одно из самых частых нарушений, но успевай только ловить. Второе место забывают водители электросамокатов и велосипедов спешиваться на пешеходных переходах. Такие нарушители тоже есть. Штраф за езду по пешеходному переходу 500 рублей, за пассажира, которого на электросамокате быть не должно 800. Для понимания, аренда такого железного коня через приложение 300 рублей в час. То есть, штраф за пассажира это практически 3 часа катания на самокате. За ту же цену можно взять 2 электросамоката и покататься полтора часа. Тем не менее, всегда есть те, кто предпочитает сэкономить. Вместе с инспекторами в рейде по электросамокатам участвует и инспектор по делам несовершеннолетних. И пока сотрудница разговаривает с родителями, в госавтоинспекции провели небольшую беседу с самими водителями СИМ. Штраф за еду с пассажиром напомним 800 рублей. Для примера, за непристегнутый ремень водителю придется дать 1000. Так что, большая это сумма штрафа или нет, каждый решит для себя сам. Но в таких рейдах речь идет не о деньгах, а о безопасности движения на электросамокатах. С начала года в Рязанской области с участием электросамокатов зарегистрировано 15 дорожных транспортных происшествий. В результате которых 17 человек получили различные травмы. В том числе, в данных ДТП травм получили 8 детей. Июнь 2019-го. Перекресток улиц Дзержинского и Ленинского комсомола. Тут совпали сразу два фактора. И водитель на Красный проехал, и самокатчик на переходе не спешился. Кстати, штраф за проезд на Красный 1000 рублей. Штраф за то, что с самоката не спешился, вдвое меньше 500. Суммарно полторы тысячи при хорошем исходе, при плохом человеческая жизнь. Согласно пункту 24.6 правил дорожного движения, если движение лица, использующего СИМ в случаях, предусмотренных ПДД, по тротуарам, пешеходной дорожке, обочине, в пределах пешеходных зон, подвергает опасности или создать помехи для пешеходов, то он должен спешиться и руководствоваться ПДД для пешеходов. Также он должен спешиться и на самом пешеходном переходе. А на рейте тем временем долго ждать не пришлось. Вот и следующие нарушители. Также вдвоем на одном электросамокате. Сейчас лето, время средств индивидуальной мобильности и достаточно много травм и происшествий с этим связано. Если мы с вами посмотрим статистику за последние пять лет, то количество таких трагических ситуаций увеличивается из года в год. Но растут и штрафы. Государственная Дума России приняла в первом чтении проект о штрафах для пользователей электросамокатов. В нем сказано, что штраф за перевозку пассажиров вырастет до трех тысяч рублей, а за пьяную езду до тридцати тысяч. В Госдуме надеются, что хоть так некоторые самокатчики возьмутся за ум. В нашем регионе этим летом оптические явления уже стали обыденностью. Так, фотографиями паргелия или серебристых облаков рязанцы делятся в соцсетях практически ежедневно. Кристина Бочкарева продолжит. Радужное или белое гало условно делится на два вида. И хотя оптическое явление выглядит волшебно в любом цвете, ему есть вполне себе научное объяснение. Оно возникает из-за преломления лучей солнечного света в кристалликах льда. Именно из них состоят перистые облака. При этом, какое гало мы увидим, зависит от формы и положения кристаллов. Мы можем наблюдать гало, когда в верхних слоях атмосферы достаточно холодно. То есть, сейчас лето, жарко, кажется, всем изнывают от жары, но тем не менее, даже сейчас может формироваться вот такое интересное явление. Отдельной частью гало являются паргелия. Это как раз ложные солнца, может быть, когда-нибудь кто-то слышал, когда вы видите солнце, и слева и справа от него на небольшом расстоянии есть либо ложные солнца, как будто три солнца выстроены в ряд, либо радужные пятна слева и справа от солнца. В народе гало называют радужным свечением вокруг небесных светил. Оно может напоминать круглую радугу, дуги или окружности и даже принимать самые немыслимые формы. Помимо солнечных и лунных гало есть еще один замечательный объект, точнее, одно замечательное явление. Это явление венца. Когда мы говорим о гало, это просто радужный круг. Ничего больше. А венец это концентрически изменяющаяся радужная оболочка вокруг Луны. Иногда, например, вокруг Венеры можно ее увидеть, вокруг Юпитера. Тоже формируется из-за того, что у нас есть капельки воды в атмосфере, но оно меньше само по себе, но более радужное. Другое, не менее редкое оптическое явление рязанцы могли наблюдать в ночь на 10 июля. Сегодня мы наблюдали ночью очень интересное явление. У нас пролетела ракет-носитель над Рязанью, и многие люди стали свидетелями так называемого НЛО. Как это происходило? Всегда, когда летит спутник, вы видите, что летит маленькая звездочка тусклая, ну, может быть, не очень тусклая размером, визуальной, величиной, примерно, как Венера, Юпитер, то есть, как самые яркие звезды. Сегодня эта звездочка не просто пролетела, а создала огромный хвост вокруг себя. Вот такая вот космическая медуза – результат смены траектории ракеты-носителя. Ракета сделала три витка, и лучше всего была видна на втором, когда у нее работали двигатели. Ее наблюдали в Центральном округе в Сибири и на юге России. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». День святых первоверховных апостолов Петра и Павла всегда отмечается 12 июля. Это неприходящий и неподвижный праздник Русской Православной Церкви с постоянной датой. День святых Петра и Павла Православная Церковь отмечает ежегодно 12 июля. Эти апостолы наиболее чтимы в православной истории. Праздник чествует учеников Иисуса Христа, которые были ревностными проповедниками нового учения во времена раннего христианства. Петру была отведена роль основателя церкви. Павел распространял учения Христа среди представителей разных народов Римской империи, способствуя превращению его в мировую религию. Узнать на иконах апостолов Петра и Павла можно по символике. Петра часто изображают с ключами, потому что в христианской традиции его считают ключницей Царствия Небесного, что символизирует его роль в становлении церкви. Павел на иконе с мечом, который говорит о его миссии апостола народов и борьбе за распространение христианства. По церковному уставу в этот день запретом во время поста. Как и в другие важные церковные даты, верующим предписано воздержаться от ссор и греховных мыслей. Также в день Петра и Павла не проводят церемонии венчания, хотя светские свадьбы не запрещены. Кристина Бочкарева, телекомпания «Город». На этом у меня все новости. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова